Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И хочу начать, ну вчера, я кто кажет на Украине, без попутов. И я случайно оговорился и назвал декабрь месяц вместо марта. И сказал, что 25 декабря на календаре, хотя было 25 марта. Но самое главное, что я не забыл, что это день службы безопасности Украины. И поздравил их с этим праздником. Сегодня мы начнем наше видео, сегодня на календаре 26 марта. Киевское время 19 часов. И мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И начинаем мы это видео опять же с оптимистичной новости, с поздравления. Сегодня день национальной гвардии Украины. Ну это недавно созданная структура. Вообще по конституции национальная гвардия Украины, она подчиняется напрямую президенту Украины. Ее главная задача это поддержание конституционного порядка внутри страны. У нас очень хорошие традиции и в принципе национальная гвардия принимает активное участие в защите суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Формирует на базе национальной гвардии, сейчас формируются бригады для наступления. Гвардия наступления так называемая. И я думаю, что и дальше она будет также достойно защищать. Единственное, что я бы пожелал, на мое усмотрение, в большинстве цивилизованных стран или развитых стран, национальная гвардия страны является элементом вооруженных сил. У нас она, к сожалению, немного склонна к правоохранительным органам. Поэтому все-таки я думаю, что было бы лучше, если бы она стала элементом вооруженных сил, их лицом и их элитой. Вот такое мое пожелание. А в остальном с праздником и пожелаем успехов и удачи нашей национальной гвардии. Ну а мы с вами возвращаемся к войне. Она никуда не девается, она продолжается. И война идет очень ожесточенно. За прошедшие сутки противник нанес 34 авиационных удара, 4 ракетных удара. И 70 раз применял, более 70 раз применял реактивные системы залпового огня по позициям наших войск. Вероятность ракетных ударов, она остается очень высокая. И наша огненная дуга, которую мы с вами каждый день обсуждаем, от Купенска до Углидара, остается действительно огненной. За прошедшие сутки наши силы обороны отразили более 85 атак на различных участках этой дуги. Ну пойдем по порядку. По оперативным направлениям Волынское и Полесское направления здесь у нас без изменений. Войска находятся на месте, ситуация контролируемая и стабильная. Северское и Слобожанское направления. Здесь тоже, как бы мы, с одной стороны это звучит немножко цинично, но ситуация стабильная. А при этом обстрелы нашей территории продолжаются. И мы несем потери, есть жертвы среди гражданского населения. Вот что очень плохо. А в остальном, в общем, ситуация более-менее стабильная и контролируемая. Лиманское направление, Купинское и Лиманское направления. Здесь противник не отказывается от штурмовых действий, продолжает атаковать наши позиции. Особенно российские оккупационные войска стараются на Купинском направлении. Но за прошедшие сутки успеха не имели. И никакого продвижения или изменения линии фронта на этих двух оперативных направлениях отмечено не было. Бахмут. Бахмут остается самой напряженной пока точкой. Даже Авдеевское немножко направление спало. Видимо, у Российской Федерации не хватает усилий для того, чтобы там развить такой же натиск, наступательный натиск, как это было на Бахмутском направлении. На Бахмутском направлении северный выступ над Бахмутом. Там самые ожесточенные бои и в центре самого города Бахмута. Ожесточенные бои. Особенно южная окраина Бахмута, самого города. Противник все-таки продолжает атаковать наши позиции. Продолжает пытаться прорваться к центру города. Силы обороны стараются его удержать. Авдеевское и Марьинское направления. Здесь противник продолжал наступательные действия. Но опять же повторюсь еще раз, что такого натиска, наступательного натиска, как они смогли создать на Бахмутском направлении, у них не получилось. Поэтому сейчас, за прошедшие сутки, отмечается некоторое снижение активности атак со стороны российских оккупационных войск на наши позиции. Кстати, в Углидаре как-то так тихо прошло прибытие очередной бригады. Видимо, они взяли еще паузу на перегруппировку. А может быть, они не могут собраться в кучу в плане организации наступательной деятельности. Поэтому активизации в районе Углидара на сегодняшний день наступательных действий, активизацию мы не наблюдаем. Вот такая вот здесь сложилась ситуация. И Запорожское и Херсонское направления. Здесь ситуация без изменений. Она остается контролируемой. Не такой тяжелой, как на вот этой огненной дуге, которую мы с вами оговаривали. На Запорожском направлении идут артиллерийские дуэли. И позиционные бои. Никто никого не атакует. Активности не проявляет ни наша сторона, ни российская сторона. На Херсонском направлении идут артиллерийские дуэли. Мы пытаемся, наши силы специальных операций пытаются потихонечку расчищать территорию вдоль реки Днепр. На отдельных, я так понимаю, участках мы проводим операции по зачистке территории. С целью недопущения размещения там артиллерии российских войск. То есть там, где, я так понимаю, что там, где чаще всего бывает развертывание огневых позиций, в этих районах мы проводим в том числе и специальные действия для недопущения развертывания российской артиллерии для обстрела правого берега реки Днепр. Так что, вот такой вот там порядок ведения. Как общий вывод, можно сделать следующее, что враг продолжает атаковать на трех основных отрезках или участках фронта. Это Купенско-Лиманско, это Бахмутско и это Авдеевское оперативные направления. Однако, стратегического и тактического успеха противник добиться не в состоянии. Учитывая, что последние месяцы оккупанты демонстрируют интенсивную динамику штурмов, то возникают вопросы, сколько у них еще будет сил, так как результаты не оправдывает задуманного. То есть, они продолжают атаковать, но я так понимаю, что наша разведка задается уже вопросом, сколько они еще выдержат в таком темпе атак. Посмотрим. И в военно-политической обстановке мы немножко об этом поговорим. И особенно о боеприпасах для российских оккупационных войск. Продолжается утеснение или продолжается притеснение, правильно так? Или можно, в принципе, это можно сформулировать и как геноцид против местного населения на оккупированных территориях. А именно российские так называемые оккупационные власти, коллаборанты, делают все возможное. Или создают людям такие условия, при которых без получения российского паспорта невозможно даже перемещаться уже по городу. То есть, вводят специальные пропуска, вводят специальные разрешения для людей, вводят специальные разрешения на транспорт. Но для того, чтобы их оформить у оккупационных властей, надо получить российский паспорт. Только люди с российским паспортом могут оформлять вот эти документы. Без документов ты из дома даже выйти не можешь. Вот такой вот геноцид устраивает российские оккупационные власти для местного населения на оккупированных территориях Украины. Ну и не могу обойти самое главное, это урожай. Урожай, который собрали силы обороны за прошедшие сутки на всей линии фронта. Итак, за прошедшие сутки силы обороны уничтожили 660 российских оккупантов. Также было уничтожено 15 танков, 15 боевых бронированных машин, 8 артиллерийских систем, 2 реактивных системы залпового огня, 1 средство ПВО, 2 беспилотника оперативно-тактического уровня, 3 автомобиля и 3 единицы специальной техники. Вот такой вот урожай собрали за прошедшие сутки силы обороны по разгрому российских оккупационных войск. На этом военную часть мы с вами закончим и поговорим немножко о военно-политических событиях, которые происходят в Украине и вокруг нашей страны. На днях отмечалось, что в Москву прибыл очередной транспортник типа Ил-76 из Тегерана. Естественно, мы предполагали, что это могут быть комплектующие или сами уже готовые шахеды, поставленные из Ирана в Российскую Федерацию. Так вот, британская разведка подтверждает, они говорят, что Россия начала получать регулярные поставки шахедов. В британском ведомстве отметили, что Россия, очевидно, запускает шахеды по двум направлениям. Из Краснодарского края на востоке и из Брянской области на северо-востоке. Но поставки из Ирана начали носить, опять начали носить регулярный характер. Видимо, те взрывы и пожары, которые были на заводах производящих, в том числе и комплектующие для беспилотников типа шахед, ликвидированы силами иранцев. И они восстановили опять производство. Так что, вот такая вот, можем ожидать очередных атак, вот как двое суток подряд они нас кошмарили этими шахедами. К сожалению, можем и дальше, в ближайшее время, может быть, опять атаки вот этими беспилотниками типа шахед, иранского производства. Далее, по Европе идет своеобразная волна подписания и ратификации договора о поставках одного миллиона боеприпасов силам обороны Украины. После выполнения обязательных административных формальностей, к этому в среду, Министерство обороны Испании, об этом заявила Маргарита Роблиц, подписала проектное соглашение о совместном приобретении боеприпасов в рамках Европейского Союза. Таким образом, Испания присоединяется к первой группе из 18 стран, подписавших это соглашение, сообщает Министерство обороны Испании. Если все уже подписано и все процедуры соблюдены, значит мы в ближайшее время начнем получать боеприпасы из Испании в том числе. Я напомню, что согласно этой договоренности, есть страны Европейского Союза, которые подписывают это соглашение, ратифицируют это соглашение. Там сказано, что они могут отдать до 90% своих запасов по 155-мм снарядам для нужд вооруженных сил Украины. А с последующим восстановлением и пополнением запасов боеприпасов, необходимых той или иной стране. Это все оплачивается руководством Европейского Союза. То есть Брюссель взял на себя все финансовые затраты по поставкам этих боеприпасов. Так что ожидаем эшелоны с боеприпасами или конвои с боеприпасами. Трудно сказать, какими способами они попадут в Украину. Но в принципе нам это уже не интересно. Главное, чтобы они попали, как говорится, дорогая ложка к обеду. Министерство обороны Украины сообщило о том, что вторая группа артиллеристов завершает обучение на британских САУ ААС-90. В учениях под руководством более тысячи военнослужащих из Великобритании, Канады, Австралии, Новозеландии, Швеции и Финляндии в специализированном заведении Королевская школа артиллерии украинские военные овладевают высокоточной современной артиллерийской системой ААС-90. Около трех недель назад мы анонсировали о том, что наше Министерство обороны анонсировало о том, что мы получили 33 таких установки. Сейчас анонсировано еще получение 8 таких артиллерийских установок. И тысяча это столько инструкторов. То есть понимаете, какой объем обучения наших артиллеристов эксплуатации на этих гаубицах. Кстати, скажу, что ААС-90 и польский Краб это, можно сказать, молочные братья. Почему? Потому что Польша делает свою САУ Краб по лицензии, по британской лицензии. И они используют артиллерийскую часть, башню и артиллерийскую часть от гаубицы ААС-90. Ходовая польская, сборка польская. Ну и, соответственно, у них начинка там тоже польская. И получается, что Польша выпускает ее под названием Краб. Этим они, вот то, что я перечислил, этим они отличаются. А так это, в принципе, одна и та же артиллерийская система. Так что, обучая наших артиллеристов в Великобритании, мы получаем двойной эффект. В плане того, что они могут управляться как с ААС-90 британской, так и польской Краб. Далее, Северная Македония продолжает радовать. Нас, они, недавно были, была передача, я вам говорил, что они отдали нам Су-25, штурмовики. Но они не летающие, их отдали нам в качестве. Кстати, они их когда-то у нас покупали. Мы когда-то оказывали помощь Северной Македонии, когда у них была война на территории, когда правительственные войска пытались громить, точнее, громили незаконные вооруженные формирования, оппозиционные, пытавшиеся свергнуть законную власть. Так вот, теперь нам это вооружение возвращается. Миги на Сушке-25 они нам отдали в качестве запчастей, чтобы мы могли их разобрать, разбраковку сделать. Но, сейчас Украина подала заявку на 12 ударных вертолетов МИД-24. И я так понимаю, что Македония ответила нам позитивно и, скорее всего, в ближайшее время. Ну, кстати, министр обороны Северной Македонии, Славянка Петровская, сообщила на македонском телевидении, сообщила, что ее страна передаст Украине 12 вертолетов МИД-24, огневой поддержки, естественно, для борьбы для вооруженных сил или воздушных сил, сил обороны Украины. Так что ожидаем еще 12 вертолетов в подспорье к тем, которые существуют у нас на сегодняшний день. Вооруженные силы Соединенных Штатов не остались в долгу. И вы знаете, что буквально несколько дней назад была обстреляна с сирийской территорией, была обстреляна американская военная база. На территории Ирака есть погибшие, есть раненые. Причем там 5 военнослужащих ранено, 1 гражданский наемный рабочий и 1 наемный рабочий погиб. Соединенные Штаты нанесли многочисленные воздушные удары по Сирии, по группировкам проиранских боевиков. Об этом нам сообщает Пентагон на своих официальных источниках. США обвинили боевиков в атаке беспилотников на свою базу, в результате которой погиб американский работник по контракту. Ну вот я сказал, ранен и есть раненые, в том числе и среди военнослужащих. Так что Соединенные Штаты показали, что на каждый прилетевший беспилотник будет серьезный ракетный удар по проиранским боевикам. Я напомню также, что по Сирии регулярно наносят, уже в этом году за 3 месяца было 5 авиационных ударов по и опять же иранским боевикам на территории Сирии. Это регулярно осуществляет авиация Израиля, пытаясь не допустить передачу оружия террористическим организациям типа Хезбалла или Хамас. Далее, Большая Семерка позаседала и приняла для нас опять же очень позитивное решение. И страны G7, Большой Семерки согласились на отстрочку долговых выплат Украиной в течение действия программы МВФ, заявило Министерство финансов Канады. Канада сегодня председательствует в Большой Семерке, и вопрос касался финансовой сферы, поэтому Министерство финансов Канады делает такое заявление от имени Большой Семерки. МВФ огласила программу поддержки Украины, финансовой поддержки Украины на 2023-2027 год. Вот такую вот программу развернула МВФ для того, чтобы поддержать нашу экономику и для того, чтобы страна не свалилась еще и в финансовый кризис. Так вот, на время работы этой программы, то есть до 2027 года Украина освобождается от выплаты кредитов и долгов по ранее взятым кредитам. Да, после 2027 года надо будет выплачивать, это отсрочка, это не списание кредитов, но тем не менее сегодня наша финансовая система не будет нести никакой дополнительной нагрузки по выплате внешних долгов. А там после войны уже будем более конкретно разбираться. Есть программы по реструктуризации долгов и по отсрочке их выплат и так далее. А может быть что-то нам еще и спишут, если мы будем себя хорошо вести. Еще боеприпасы. Опять же, это наша, будем так говорить, большая проблема. И на сегодняшний день мы пытаемся решить всеми силами. Так вот, у нас есть еще один источник, еще больше боеприпасов, произведенных пакистанскими артиллерийскими заводами. Начали поступать или продолжают, это уже не первая партия, продолжают поступать в ряды вооруженных сил Украины или для нашей артиллерии. На этот раз Пакистан передал нам 122-мм реактивные снаряды для систем ГРАД пакистанского производства. Так что, видите, мы пытаемся решить этот вопрос и пытаемся решить эту проблему для нужд вооруженных сил Украины. Ну и еще одна новость от Института изучения войны. А именно, что президент Путин начал очередную информационную операцию, чтобы воспрепятствовать нашему сопротивлению и постараться опять в очередной раз убедить Запад, что не имеет смысла помогать Украине. Ну, это у него нескончаемость. За одной волной не успевает пройти одна волна информационной атаки на наших западных партнеров. Это не столько против нас, сколько против западных наших партнеров, чтобы они перестали нам помогать. Иначе Россия не может нас победить. И даже появляется тенденция к тому, что Россия может проиграть, причем в ближайшей перспективе, эту войну. Так вот, в интервью Государственному российскому новостному каналу, это 25 марта, то есть вчера это состоялось, Путин заявил, что Запад не может поддерживать поставки оружия Украине и преувеличил потенциал России по мобилизации собственной оборонно-промышленной базы, чтобы создать ложное впечатление, что дальнейшее украинское сопротивление и западная поддержка Украины бесполезны. Так вот, Путин заявил, ну, понятно, пропагандистский канал у себя свой карманный, Путин заявил, что украинские войска расходуют до 5000 снарядов в день. Ну, мы расходуем немножко больше, ошибся немного. В то время как Соединенные Штаты производят в среднем 14-15 тысяч снарядов в месяц. Ну, тут Путин заявил, что запланированное Западом увеличение оборонного производства не будет соответствовать запланированному России увеличению. Ну, тут опять же, видите, манипуляция. Давайте, чтобы разъяснить. Дело в том, что Соединенные Штаты нам поставляют боеприпасы, но они же не поставляют их с конвейера. То, что выходят с конвейера новенькие боеприпасы, они в основном все идут на склад, в большинстве своем. Мы получаем из складских запасов. Для этого я уже объяснял вам, для этого склады существуют в любой стране. Он является такой буферной зоной. С одной стороны, армия расходует боеприпасы со склада, а с другой стороны, промышленность этот склад наполняет. Только армия может расходовать сегодня больше, завтра меньше, а промышленность, она, знаете, как стабильно, как ручей, течет и течет постоянно. И как только армия уменьшает расход, сразу склад начинает наполняться. Как только армия увеличит расход, склад начинает опустошаться. Но не так, что он хоп и закончился. Нет, такого не бывает. Плюс, опять же, Путин забыл сказать, что Европа дает боеприпасы, будет сейчас миллион снарядов давать. Пакистан, пожалуйста, я вам только что привел пример. Перед этим были сообщения по 122-мм снарядах гаубицам Д-30 пакистанского производства. Сейчас к системам ГРАП Пакистан дает. То есть, он пытается манипулировать, но, слава богу, на Западе тоже считать умеет. У них тоже калькулятор свой есть по поводу боеприпасов. И вот дальше Путин объявил, что к концу 23-го года Россия построит более 1600 новых танков. И что к тому времени у России будет в три раза больше танков, чем у Украины. Путин, вероятно, воспользовался возможностью, чтобы развить этот нарратив, основываясь на сообщении издания Financial Times от 19 марта о том, что европейские производители оружия скрючены, в кавычках, нехваткой взрывчатых веществ. Путин утверждал, что продолжающиеся поставки западного оружия в Украине это просто попытка затянуть войну. Насчет новых танков огромные сомнения. Огромные. Потому что мы на сегодняшний день видим, что вся военная промышленность России загружена частичной модернизацией и попыткой восстановить техническое состояние старых танков. Мы видим бронетанковые заводы, которые загружены Т-62. Сейчас будут Т-55, Т-54, Т-72, БТР-50. Сейчас появились, сегодня, кстати, появилось такое сообщение, я, правда, пока еще не нашел второго источника для подтверждения, но тем не менее, что Катюша и БТР-40 замечены в перемещении в Российской Федерации. Причем на довольно больших количествах, на воинских эшелонах. Так что ЗИС-6 снимается с хранения и БТР-157 тоже снимается с хранения, на которых стоят системы БМ-13, это система Катюша. И БТР-40 тоже на базе 157-го ЗИЛа снимается с хранения. Я, как бы, пока не утверждаю, что это истина, потому что я только в одном источнике это видел, постараюсь уточнить и завтра либо подтвердим, либо опровергнем. Но, тем не менее, такое есть. И вот это вот 1600 новых танков, новых танков. Я так понимаю, что 1600 новых танков, это если бы Россия произвела до конца года, кстати, это даже превышает довоенные возможности, когда были поставки всех чипов, всех комплектующих, французских прицелов, немецкого навесного оборудования для двигателей танков. По тому, что они там еще брали радиостанции, точнее, не европейского, у них в основном китайского производства. Вот такие вот приборы. Сегодня этого всего нету. Откуда 1600 танков? Но, тем не менее, вот грозно Путин заявил, что у меня 1000... Опять пугает танками. Хотя, по количеству потерь, боевой состав российской армии закончился. 3,5 тысячи танков в боевом составе было на момент начала вторжения, массированного вторжения российских войск в Украину. На России насчитывалось, в вооруженных силах Российской Федерации насчитывалось 3500 танков в боевом составе. Это и исправных, и неисправных, там, ожидающих ремонта, и модернизированных уже. Вот, но всего было. И посмотрите на цифру потерь в танках. И сколько танков теряет Россия сегодня практически каждый день. От 7 до 15 единиц ежесуточно. Так что эти 1600, они погоды уже не... Тем более, к концу года. Они погоды уже не сделают. Но, тем не менее, видите, вождь Российской Федерации пытается пугать. Ну, и еще одна новость, тоже такая, встреченная мной, но очень удивительная, что российский диктатор Путин признал, что у России есть проблемы со снарядами. Из-за чего вводятся лимиты для их израсходования. Ну, я думаю, что вот эти вот Т-55, Т-54, это, кстати, тоже может быть связано с тем, что боеприпасы к этим танкам есть в больших количествах. Ну, и вполне возможно, что мы увидим артиллерию других калибров, которые еще не использовались. То есть, калибров меньше 122 мм для артиллерии. Например, 85 мм калибр, 100 мм пушки нарезные, могут появиться на линии фронта. Ну, тем не менее. Вот такая вот вишенка на торте сегодня, что в России, даже на уровне Кремля, начинают задумываться о нехватке боеприпасов. Кстати, то, что написал Financial Times по поводу нехватки взрывчатого вещества, да, на рынках такое возникает. При резком увеличении спроса, естественно, возникает вакуум. Но он, как правило, регулирует, на то он и рынок. Он регулируется либо ценой, либо он регулируется поставками большего количества взрывчатых веществ. Кстати, Россия тоже покупает взрывчатые вещества на внешнем рынке. Их собственного производства не хватает даже для выпуска боеприпасов, если брать в довоенных объемах. Россия закупала, всегда закупала взрывчатые вещества для своих снарядов. Вот такие военные и военно-политические новости произошли в Украине и вокруг нашей страны за прошедшие сутки. Мы с вами на этом первый раздел нашего с вами видео заканчиваем. Я по традиции делаю паузу. У тех, кто не подписан, есть возможность и время поставить лайк и подписаться на мой канал. У тех, кто подписан и кто смотрит это видео, тоже есть возможность. И я вас прошу, поставьте лайк. Тогда это видео смогут увидеть как можно больше людей. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответом на ваши вопросы, которые вы задали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет такой. Насколько эффективна стрельба из танка с закрытых огневых позиций в качестве САУ? Ибо российские ресурсы говорят, что это чуть ли не снайперская винтовка. Насколько точно можно стрелять при обученности экипажа? А украинские ресурсы говорят, что это стрельба в молоко. И что из САУ эллипс рассеивания гораздо меньше. А что скажете вы? Ну я как артиллерист скажу вам, что правы наши. Но только не молоко. Это что-то среднее. Будем так говорить. Дело в том, что у танка гладкий ствол. У него нет нарезов. И снаряд не имеет стабилизации в полете за счет вращения вокруг своей оси. Вот это главная причина, которая увеличивает рассеивание по дальности и направлению при стрельбе из танка на закрытых огневых позициях. Это первый момент. Второй момент. Стрельба из закрытых огневых позиций. Это колоссальный износ канала ствола. У танка очень ограниченное количество выстрелов для его пушки. За счет гладкоствольности. Чем больше изнашивается канал ствола, тем меньше начальная скорость снаряда. То есть больше обтюрация, прорыв пороховых газов перед снарядом. И тем хуже огневые возможности танка. То есть он теряет в своих возможностях. Особенно при стрельбе бронебойно-подкалиберными боеприпасами. И бронебойными боеприпасами. Где важна скорость и кинетическая энергия снаряда при попадании в цель. Поэтому, но в принципе, да, у танкистов в боевой подготовке есть задача номер 3. Стрельба с закрытых огневых позиций. И если применять, допустим, ввиду нехватки артиллерии, если применять поротно, допустим, 10 танков на веере сосредоточенном, это когда одна точка прицеливания выбирается по групповой цели. То есть это приблизительно центр. Тогда за счет эллипса рассеивания, который, да, действительно, больше, гораздо больше, чем у ствольной артиллерии, накрывается вся цель. Допустим, 10 танков по 3 снаряда беглым. Это 30 снарядов, которые лягут на взводный опорный пункт. И за счет рассеивания накроют практически весь опорный пункт. Да, мы теряем ресурс в танковых пушках, но за неимением артиллерии такая мера может быть оправдана. Но наши эксперты абсолютно правы, что эллипс рассеивания у танка больше, но это не стрельба в молоко. Какой единицей является бригада в вооруженных силах Украины и в территориальной обороне Украины? Тактической, либо же оперативно-тактической? Заранее благодарю вас за ответ, Михаил из Подмосковья. Нет, у нас согласно организационно-штатной структуре бригада это уже, наверное, оперативное звено. Почему? Потому что над бригадой есть оперативное командование, а это уже оперативно-стратегическое звено. И над оперативным командованием генеральный штаб это стратегическое звено. Чистая стратегия. Так что бригада у нас это основная единица и она стоит у нас на оперативном уровне. А уже батальон это тактический уровень. Вот примерно так. Причем в территориальной обороне примерно то же самое. Тем более что бригады территориальной обороны по характеру задач, которые перед ним ставятся, они берут намного больше линию фронта для обороны и намного шире берут участки, чем обычная бригада вооруженных сил или допустим мотопехотная бригада вооруженных сил Украины. Выдержит ли САУ АС-90 удар Шахеда? Нет, не выдержит. Смотрите, ни АС-90, ни наша МСТА, у нас тоже есть МСТА-С самоходка 2С-3 Акация. Нет, не выдержит. Дело в том, что надо понимать, что самоходные артиллерийские установки имеют максимум, что они имеют, это противоосколочную броню. В отдельных местах эта броня может достигать 20 мм, но не более. Более толстая броня не применяется, потому что и так вес, вы посмотрите, АС-90 там по-моему 48 тонн весит эта галбица. Ну куда еще ей, еще дайте 5 мм брони и это будет тяжелый танк. Понимаете? Поэтому 45, извините, 45 тонн, но все равно 3 тонны. То же самое другие самоходки, они 2С-3, небольшая по своим размерам, 152 мм самоходка Акация, весит 27 тонн без боеукладки. Загрузите боеукладку больше 30. А там противоосколочная броня. Да, крупнокалиберный пулемет может прошить ее, ну не насквозь, но пробивает. Поэтому, конечно же, удар шахеда не выйдет. Удар ланцета, вот для нас это сегодня огромная проблема, что россияне начали массово применять вот эти ланцеты, баржирующие боеприпасы, против нашей бронетехники. И, естественно, эта бронетехника при попадании выходит из строя. Так что нет, не выдержит ни САО АС-90, ни Краб, ни Мста, ни Акация не выдержит удар шахеда. Тем более, что в шахеде 30 килограмм взрывчатки, вы что там, больше, чем в артиллерийском снаряде. Продолжение следует... Своей страны, Бостон, Соединенные Штаты. Ну, во-первых, давайте так, давайте начнем с того, что солнцедар это когда-то был напиток в Советском Союзе. И вот на Дальнем Востоке, тогда бомж не было такого понятия, был бич, бывший интеллигентный человек. Это спившийся гражданин, так называли. Так вот, вот этих бичей, их на Дальнем Востоке особенно, и в портовых городах было очень много. И вот их называли дети солнцедара, вот этого напитка. А в российских вооруженных силах есть система солнцепек. Я не буду повторяться, потому что я вчера рассказал об этих системах, именно, точнее позавчера. Позавчера, посмотрите в описании к видео, там есть, позавчера были тайм-коды, вчера не было времени их составить. Вот, там есть система солнцепек, система Буратино, ТОС-1, ТОС-2, ТОС-очка. Я там все подробно рассказал. Скажу только так, что в Соединенных Штатах есть аналоги, точнее не аналоги, там есть боеприпасы, термобарические боеприпасы и объемно детонирующие боеприпасы. Есть они на вооружении армии США, но они сегодня ограничены их применение Женевской конвенции. Кстати, Россия в этом случае ее в очередной раз нарушает, совершая военные преступления, потому что эти снаряды относятся к типу негуманного оружия. Негуманное оружие, оно либо ограничено, либо запрещено применению в войне, если страна соблюдает международное право. Если нет, это записывается в актив военных преступлений этой стране. То же самое будет и для Российской Федерации. Поэтому, пожалуйста, обратитесь к видео за 24 число, по-моему, там есть рассказ, мой комментарий относительно вот этих системы Солнцепёк. Не Солнцедар, а Солнцепёк. Так называется российская система. Ну, Бостону очень огромный привет. Мы были в Бостоне. Мы знаем легенду про козла бостонского. И да, университет, мы тоже знаем этот секрет, который хранят студенты МТА и, по-моему, университета. Да, как полицейская машина попала на купол здания университета. Так что Бостону большой привет. Очень хороший город, очень понравился. Ну, про бостонское чаепитие я вообще молчу. Это уже мем, притча во языцах. Перш за все, велика дяка нашим хлопцям и девчатам, которые приближают победу. Щиро, от всего сердца. Мене уже не было, как бы не они. Розкажите, пожалуйста, про пехоту. Мне кажется, это самый безопасный рейд войск. Слава Украине, смерть врагам. Ну, не даром пехоту называют царьицей полей. Почему? Потому что пехота выносит на себе всю тягость войны. Всю, абсолютно. Все остальные ей только в этом помогают. Танкисты помогают огневой мощью и прикрывают их своей броней. Да, они идут в боевых порядках вместе с пехотой в первой линии наступления. Артиллерия обеспечивает огневое поражение противника. И огневую поддержку пехоты, наступающей пехоты. Авиация прикрывает наступающие войска и ту же пехоту с воздуха. То есть, все, любые вооруженные силы построены, любая война ведется таким образом, чтобы обеспечить выполнение боевой задачи солдатам-пехотинцам. Помните, как когда-то Леонид Быков в фильме «В бой идут одни старики» очень хорошую фразу он сказал. Он сказал, пока сапог рядового пехотинца не вступит на землю, до тех пор нельзя сказать, что эта земля отвоевана у врага. Вот в чем тяжесть солдата пехотного подразделения. Все лежит на его плечах. Все зависит от его умения, навыков, от его способности выполнять боевую задачу. А для того, чтобы он ее выполнял, его надо обеспечить. Обеспечить огневой поддержкой, обеспечить прикрытием брони. Поэтому пехота, на мой взгляд, это самое опасное. Они идут непосредственно в бой. Они проводят контактные бои с врагом, причем в самых различных условиях. В условиях поля, в условиях города, где угодно. Где есть враг, там наша пехота борется с этим врагом. Вступает в боевые столкновения и ведет эти бои. Вот примерно так можно описать ту тяжесть, которую... Ну, конечно, словами это не описать, но тем не менее. Ту тяжесть, которую выносит на себе пехота в ходе ведения боевых действий. Пытание. Доброго вечера. Расскажите, будь ласка, что такое комендантский взвод? Ну, комендантский взвод начинается от пехотного полка. Раньше начинался. Сейчас, кстати, этих комендантских взводов уже нету. Их заменила военная служба правопорядка. Она, правда, немножко недоработана. Я думаю, что в конечном итоге мы доведем ее до ума. И она станет военной полицией. Так, как и было задумано изначально. Но она пока военная служба правопорядка. А комендантский взвод, он, в принципе, обеспечивал комендантскую службу. Это организация комендантской службы. Это регулирование движения колонн. Это охрана арестованных на Гоплахте. Это комендантский взвод. Это вообще организация работы комендатуры. Вот как комендантский взвод, он был, как правило, создавались эти взвода при комендатурах. Ну и в мотострелковых полках в каждом полку был свой комендантский взвод. У него задача охраны и организации вот этих вот нюансов комендантской службы для обеспечения порядка. Это сопровождение, ну еще раз повторюсь, сопровождение колонн, охрана арестованных или содержащихся, военнослужащихся на Гоптвахте. Вот. И проверка документов, патрулирование гарнизона, в пределах гарнизона. Вот такие вот задачи выполнял комендантский взвод. Сейчас это все возложено на военную службу правопорядка. Вот. Более, будем так говорить, унифицировали и централизовали выполнение вот этих вот мероприятий. Так что вопрос там наличия комендантского взвода в современных бригадах уже практически не стоит. По заявлению президента Путина Россия планирует разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Что это значит и какие последствия возможны как для мира, так и для Российской Федерации и для Республики Белоруссии. Спасибо. Ну это очередной жест недоброй воли. Я бы так характеризовал. Путин опять пошел поперек поля, поперек борозды. Он решил поругаться действительно со всеми. Кстати, я думаю, что это будет огромным плевком в сторону Си Цзипинь. Тот приезжал с какими-то мирными инициативами, пытался договориться с Путиным. И особенно Китай высказывался, что не надо, не трогайте ядерное оружие в этой войне. И вот Путин, вопреки всему и вся, кстати, это прямое нарушение международного договора о нераспространении ядерного оружия. Получается, что Белоруссия становится ядерной державой. Не прямо, но косвенно она становится ядерной державой. Соответственно, такое распространение, почему косвенно? Потому что Российская Федерация, кстати, я так понимаю, что Лукашенко сдался. И все-таки выделил землю на военную базу Российской Федерации в Белоруссии. И Россия строит там хранилище для ядерного оружия. И, соответственно, в это хранилище она его туда завезет. И ядерное оружие будет находиться в юридикции Российской Федерации. Но при этом место расположения будет чужая территория. Территория соседнего государства. А это значит, что сейчас страны НАТО включат Белоруссию в перечень вероятных противников. И по ядерному арсеналу включат ее в перечень ядерного удара. Понимаете? Вот в чем. Путин пытается нагнетать обстановку в плане запугивания. Это не про нас история. Это история про НАТО. Что вот тактическое оружие уже в Белоруссии. Значит, мы можем применить. Куда? Страны Балтии? Польша? Куда еще можно применить? Тактическое? Ну, против нас там нет смысла применять. Там Полесье, лесистая местность. А тактическое, ну, оно далеко не достанет. Ну, я не думаю, что он сегодня... Ну, и какой смысл, да? Так, хоть угроза НАТО, и они вынуждены, страны НАТО, вынуждены будут сейчас принимать дополнительные меры. Я думаю, что это выльется сейчас, такое грубейшее нарушение договора о нераспространении ядерного вооружения может вылиться, если это действительно произойдет, если это не останется угрозой на словах. Потому что пока контейнер с ядерным боезарядом не пересек границу, белорусско-российскую границу, до тех пор это заявление. Как только контейнер пересечет границу Белоруссии, это уже будет действие. И вот тогда, я думаю, что Соединенные Штаты через ООН будут проводить тогда санкционную политику против России в плане такого грубого нарушения международного договора о нераспространении ядерного оружия. Так что, ну Путина просто нет. Это уже не то, что крик отчаяния, это уже вопль отчаяния. Потому что он уже не знает, чем остановить свое поражение. А вот именно фактор поражения России в этой войне, он приближается с каждым днем. Он неумолимо приближается, понимаете. Как утро сменяет ночь, так и здесь для Путина наступает ночь, для нас наступает утро. И этот процесс остановить нельзя. Поэтому Путин уже, я не знаю, уже готов, что выйдут. А кроме ядерного оружия больше ничего же не осталось в России. Вот эти 1600 танков, которые он пообещал, это же иллюзия. И Запад это прекрасно понимает. Западные разведки все прекрасно понимают. Единственный козырь, который есть в руках Путина, это наличие ядерных боезарядок. И то еще вопрос, в каком они техническом состоянии, и насколько они сегодня пригодны к применению. Так что, я думаю, что это будет для России, если это не останется простыми заявлениями для сотрясания воздуха. Держите меня семеро, я его сейчас буду бить. Вот примерно в таком контексте. И если, еще раз, если это не останется просто сотрясанием воздуха, то я не думаю, что коллективный Запад или вообще цивилизованный мир, ну в конечном итоге терпение же должно кончиться у всего цивилизованного мира. Все же понимают, что махание ядерной дубиной может привести к самым пабубным последствиям. Кто сегодня ходит? Опять мы возвращаемся к разговору. Помните, как мы летом с вами говорили, применит не применен Путин тактическое ядерное оружие в Украине. И я вам объяснял, что никто не потерпит ядерной помойки в середине Европы. И куда пойдет радиоактивное облако, неизвестно. Ну, теперь привет белорусам. Россияне еще и вам теперь нагадят, если не дай бог, с этим оружием что-то случится. И с радиоактивным фоном, и с возможными несанкционированными выбросами радиации и всего остального. Видимо, Лукашенко все-таки потихоньку уступает своей позиции в плане экспансии, российской экспансии в Белоруссию. Ну и в очередной раз очередная, будем так говорить, волна конфронтации с Западом, с цивилизованным миром. То есть, образно говоря, еще на полметра вырастает высота стены вокруг России и Белоруссии. Что очень печально. Вопрос. Скажите, пожалуйста, если Российская Федерация захватила бы Украину за три дня, какие отношения были бы у России с Западом, так же, как после захвата Крыма, ваше мнение, спасибо, слава Украине. Нет, я думаю, что отношения были бы намного хуже. Дело в том, что если бы Путину удалось захватить Украину за три дня, как он планировал, то сегодня бы, возможно, уже война бы продолжалась на территории Восточной Европы. Объясню почему. Потому что окрыленной такой победой, и этой победой доказав Западу, что он сильнее всех, и что он на постсоветском, как Путин говорил всегда, на постсоветском пространстве за все отвечает Российская Федерация. Это сфера влияния Российской Федерации. А постсоветское пространство это страны Совета экономической взаимопомощи. Это страны Варшавского договора. Вспомните декабрь 2021 года, ультиматум, который был озвучен представителям, по-моему, МИДа, Российской Федерации для Запада. Что они сказали? НАТО на границе 1997 года? Так вот сегодня бы Путин это и требовал. Он бы требовал возврата под юрисдикцию России и стран Балтии и восстановления сферы влияния в границах стран экономической взаимопомощи, как это было в Советском Союзе. Я не знаю, требовал бы он раздела Германии и Берлина, но думаю, что размещение военных баз вдоль границы Германии, это было бы минимальным требованием Путина. Поэтому, вот именно поэтому Запад сегодня и поддерживает Украину, и Запад делает ставку именно на нас с вами, на Украину, для того, чтобы противостоять, чтобы не воевать с Россией. Причем с Россией это будет уже не конвенциальная война, это скорее всего будет уже возможный ядерный конфликт. Тем более, что для России теперь буферная зона была бы в размерах Украины и Белоруссии. Ему наплевать на Белоруссию, поверьте. Если вопрос станет применение там ядерного оружия по странам НАТО, то они наоборот скажут, ну вот хорошо и эти территории заодно очистим. Главное, чтобы нас не зацепило осколками. Примерно так. Там настолько, я смотрю, настолько цинично и настолько безжалостно, они готовы расправляться со всем и вся, то вот такая бы, на мой взгляд, была бы конфронтация. Практически мир бы стоял сегодня, да, наверное, не стоял бы уже, мир бы уже воевал в Третьей мировой войне. Причем, возможно, даже не только конвенциальным оружием. Я бывший ПВО и вопрос простой. Они наносят авиаудары, а где наше ПВО? Почему так мало сбиваем авиацию? Что? Нечем? Спасибо. Есть с чем? Так смотря какую авиацию, что вы имеете в виду? Если вы имеете в виду авиацию, которая наносит удары с воздушного пространства Белоруссии, ну, Белоруссии, слава Богу, уже там много месяцев нет, а с воздушного пространства Российской Федерации, то мы не сбиваем российские самолеты в российском небе. Мы об этом уже говорили 150 раз, что мы не идем на эту конфронтацию, видимо, такие условия поставлены нам, нашими странами-партнерами. А то, что они наносят удары с Каспийского моря, так мы туда не достаем. То, что они наносят удары с Черного моря, мы туда тоже не достаем. Там, где мы достаем, вот, точнее, смотрите, самая мощная система С-300, ну, вот сейчас Патриот придет, 100 километров дальность. Дальность пуска ракеты 300 километров. Что мешает российской авиации, тем же Су-35-м сделать пуски ракет в воздух-земля с дистанцией 150-120 километров? Ничего не мешает. А вот мы до них не дотягиваемся. Поднять истребительную авиацию в воздух и дать воздушный бой мы не можем. У нас такого количества авиации просто нет. Тем более, что наши самолеты в техническом отношении и в технологическом отношении уступают российским самолетам. Мы, слава богу, что они завелись и могут выполнять боевые задачи. Мы их не модернизировали ни на сколько, ни на йоту, ни на копейку. Поэтому мы вынуждены терпеть и бороться с ракетами, которые летят в нашу сторону. Вот такая вот у нас ситуация именно в ПВО. А на линии фронта мы сбиваем. Пострите статистику. Все, что попадает в зону действия нашей ПВО на линии фронта, мы все стараемся сбить. И судя по результатам, урожай мы собираем довольно неплохой. Практически каждый день вылета российской авиации в зоне активных боевых действий у нас есть урожай. Один-два объекта мы практически каждый день сбиваем. Так что вот такая вот воздушная обстановка или обстановка с средствами противовоздушной обороны. С какой целью при броске гранаты кричат «граната»? Этим они предупреждают также противника. Почему не поражают самолеты Российской Федерации, которые запускают ракеты в воздух-земля? Ну я только что объяснил в предыдущем вопросе. Посмотрите, послушайте, точнее, почему мы не поражаем самолеты в воздух-земля. Насчет крика «граната» то тут, ну я не встречал, чтобы кричали, кидая гранату в противник, кричали «граната». Нет. Смотрите, крик «граната» раздается над позициями наших войск, когда кто-то из солдат замечает брошенную в нашу сторону гранату. Вот тогда кричат «граната» для того, чтобы предупредить людей, что летит граната, и чтобы они успели спрятаться в какие-либо укрытия, если таковые есть. Либо хотя бы лечь на землю, чтобы не получить осколочное ранение от взрыва этой гранаты. Вот тогда кричат. А так я не встречал ни разу, и нигде никто мне не рассказывал, чтобы бросая гранату в противника, кричать «я бросаю гранату!» или просто «граната!» Нет. Когда летит в наши войска, вот тогда наши войска кричат «граната!» Если кто-то ее увидел. Это крик предупреждения о том, что летит граната со стороны противника. Как может повлиять на ход событий размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии или это Лукашенко делает для обеспечения своей личной диктатуры? Нет, тут Лукашенко вообще ни при чем. Лукашенко здесь спешка, в большой игре. И причем Путин этим самым имеет Лукашенко по полной программе. Вот даже не постесняясь этого слова, Лукашенко тут, будем так говорить, сильно, очень сильно прокололся. Разрешив, предоставив Путину возможность строить военную базу, видимо, землю все-таки выделили. Он когда-то говорил, по-моему, после 15-16 году, когда были первые попытки, он тогда говорил, не-не-не, у нас нет земли для размещения российской военной базы. А сейчас, судя по тому, что Россия строит и все остается в ее юрисдикции, то военная база российская есть на территории Белоруссии. И здесь Лукашенко будет в дурачках. Вот честно. Почему? Потому что наличие, присутствие, точнее, ядерного оружия на территории Белоруссии будет, соответственно, вызывать ответную реакцию стран Запада или стран цивилизованного мира к самой Белоруссии. Вполне возможно, будет развернута целая санкционная кампания против самой Белоруссии. Потому что только с разрешения Белоруссии Россия может разместить там ядерное оружие. А это прямое, еще раз повторюсь, прямое нарушение договора о нераспространении ядерного вооружения. Доброго вечера. Скажите, если война затянется, пусть даже перейдет в позиционную, мобилизованные все равно все останутся на местах? Или те, что на третьей и дальше в тылу линии вернутся домой? Спасибо за ответ. Нет, все останутся на местах. Мобилизованные будут находиться в рядах вооруженных сил Украины до тех пор, пока не будет отменено военное положение. Вот как только будет отменено военное положение, тогда генеральный штаб определится с категориями военнослужащих, которые могут быть демобилизованы из рядов вооруженных сил и отправлены по домам. Все остальные будут находиться на действительной военной службе, пока не будет полностью решена задача этой войны. Пока задача войны не выполнена, никто никого никуда не отпустит. Так что все будет зависеть от того, отменят военное положение или не отменят, если война перейдет в позиционную. Ну что ж, на этом мы, наверное, с вами вторую часть, вопросную часть, мы тоже закончим. И у нас остается с вами третья часть, это приветствие, пожелания и комментарии, которые вы прислали в предыдущем видео. И сегодня первым таким комментарием будет следующий. Единственное высокоточное оружие России это телевизор. Поражает мозг, даже если его нет. Можно будет скоро уже писать, наверное, книгу афоризмов по вашим комментариям. Вы иногда такие вот не в бровь, а в глаз довольно точные смысловые комментарии пишете. Спасибо вам большое. С уважением к вам. Просьба. К вам уже я к вам уже как-то писал по поводу службы для тех, кому 60+. Был везде. По вашему совету лично обращался с начальником общался с начальником военкомата. Везде один ответ. По закону 60-летних не берем. Подсказали, что есть вариант написать звердминя в Генеральный штаб или Министерство обороны. К сожалению, опыта написания таких звердминь у меня нет. Огромная просьба. Не могли бы вы от лица кому 60 написать такое обращение. Уверен, что подтянутся и те, кому 50+. У них такая же проблема с призывом. Согласен, на передок нас не пошлют. Но в тылу с нас можно сформировать хозяйственные взвода, батальоны. С огромным уважением. Обещаю, что если все получится, возьму ваш позывной, какой вы предложите. Слава Украине. Ну и тут комментарий к этой просьбе. Мне 75 был везде. Хочу подтянуться к вам. Уверен, что подтянутся и те, кому 80+. У них такая же проблема с призывом. Согласен, на передок нас не пошлют. Но в глубоком тылу с нас можно сформировать взвода ПВО. И мы будем банками с помидорами сбивать вражеские дроны. Помните, когда бои шли в районе Киева, говорили, что сбили дрон или ракету, сбили, по-моему, якобы бросая банку с консервации с балкона. А что летит, они невысоко, медленно и сколько таких случаев уже было. А насчет позывного предлагаю такой, не дождетесь, а то или вишенка на торте. Ну, смотрите, давайте так, я сам никогда не писал таких звернень, ну, надеюсь, что нас слушают, в том числе и сотрудники генерального штаба. Может быть, попробовать через пресс-службу Министерства обороны, там есть у нас заместитель министра обороны Анна Малер, она как раз отвечает за связи с общественностью. И я так понимаю, что этот вопрос он не одинокий и такая просьба, как вы высказываете, она не одинока. И я думаю, что если вот нас слушают в Министерстве обороны, то пожалуйста, обратите внимание, сделайте какое-то публичное заявление, чтобы люди могли понимать, что им дальше делать. Продолжать борьбу за призыв вооруженной силы и помогать нашим силам обороны в обороне страны. Либо в конечном итоге успокоиться и почивать дома, помогая волонтерством или какими-то другими способами. Было бы очень хорошо, если бы Министерство обороны ответило на вот такой животрепещущий вопрос, что делать людям в возрасте 50+, 60+, и более, в плане того, что если они желают, мне кажется, это надо в индивидуальном порядке рассматривать с каждым человеком, какие у него есть способности, возможности, что он может реально. Но бортовать таких людей, патриотично настроенных, мне кажется, это кощунство. Так что еще раз обращаюсь в Министерство обороны, пожалуйста, отреагируйте на такие просьбы граждан Украины. У меня на этот счет еще более позитивные мысли. Я складываю последние события. Первое, объявление о рассекречивании и расследовании по коронавирусу. Второе, жесткое предупреждение Китая про последствия при попытке помощи Москве и статьи, говорящие, что как минимум стрелковое оружие и дроны были. Третье, ордер на Лилипутина. Четвертое, приезд Си проходит совсем не так, как рассчитывал Лилипутин. Пятое, у ЕС Си раньше времени. К этому я плюсую фразу «береги себя, друг». Я слышал где-то, что именно так прощался президент Польши с Зеленским перед вторжением, когда все думали, что Киев сразу же пойдет и Зеленского ликвидирует. Шестое, торможение в рассекречивании данных по расследованию ковида. А где? А почему? Седьмое, заявление «Опа!» А с чего бы? Восьмое, несколько европейских лидеров собирается в Китай. А че это? У меня напрашивается вывод, что Китай все-таки взвесил за и против, увидел бесперспективняк по Рашке и решил, что у них, что ну их лесом. А теперь едут торговаться что кому и за что. Я думаю, дадут Китаю Дальний Восток. Может, подпишут план передачи Тайваня с условиями, что некоторое время понадобится, чтобы все, кто хотел выехать оттуда, выехали. А Америка свой завод по чипам достроит за это время. И все. Рашку в утиль. Но я бы еще добавил вот это последняя выходка Путина в отношении размещения ядерного оружия на территории Белоруссии. Потому что Сидзипин очень сильно высказывал как бы нежелание, чтобы в этой войне вообще кто-то трогал ядерную дубину. Ну а Путин видите, как на зло бабушке отморожу уши. Как в анекдоте. И Путин этой ядерной дубиной продолжает махать на весь мир. Чем, я думаю, что очень сильно злит в том числе и Сидзипиня. Так что да, вполне возможно, что с Китаем договорятся об разделе сфер влияния. Видите, Путин хотел вернуть сферы влияния на всю территорию постсоветского пространства. Включая и страны Восточной Европы. А в результате делят шкуру российского медведя. Потихоньку его добивают. Не так, чтобы убить окончательно и насмерть. Нет. Медведя надо, как я когда-то говорил еще несколько лет назад, что Мишке надо вырвать когти и зубы, чтобы он не кусался и не царапался. Но Мишка должен остаться большим, страшным и уметь реветь. Но при этом быть безобидным. Вот примерно то же и мы наблюдаем с вами сейчас происходит с Российской Федерацией. Олег, вы рассказали о топографии, которую изучают в каждом военном вузе. А я почему-то уверен, что многие российские военные, которым повезло посмотреть это видео, в первый раз слышат объяснение сути вопроса. И вот на чем зыждется моя уверенность. В России, в отличие от западных стран, включая Украину, совсем другой способ мышления. Я бы сравнил его с аналоговой передачей сигнала, тогда как на западе он цифровой. Отличие цифрового от аналогового в том, что происходит разбивка информации на хорошо передаваемые и защищенные от помех символы, тогда как аналоговым способом передается копия источника с наслоением всего шума, который сопровождает и момент возникновения сигнала, и путь его передачи. Население России может и имело великое прошлое, но сейчас ее мышление представляет из себя рудимент, обрубок. Я никогда не видел, чтобы в России кто-нибудь что-то объяснял допустим по работе. Все зыждется на принципе наблюдай, что происходит и сам делай выводы. Поэтому правила в коллективе меняются как погода. Для них жизнь это игра в карты и неизвестность важная составляющая часть. Ну я бы вместо неизвестности я бы наверное сказал русский авось. Но с другой стороны я вам скажу, что не все тупые. Есть грамотные офицеры, кстати их готовили в Украине. Ну например ну по-моему он уже бывший к счастью начальник артиллерии Южного военного округа был такой. Он обучался в Мельницком высшем артиллерийском командном училище. Он как офицер грамотный, как артиллерист грамотный. До генерала дослужился в вооруженных силах Российской Федерации. Так что там есть те кто умеет думать. Я вам скажу так, что если бы все были такими дебилами как вы описываете мы бы хлопали в ладоши и они бы не смогли захватить столько нашей территории и удерживать ее. Вы посмотрите с кеми усилиями нам приходится отвоевывать нашу территорию. Поэтому да, согласен основная масса верит в идею лишней хромосомы. Они же сами придумали этот мем что у них одна лишняя хромосома. Видимо она мешает думать или подавляет интеллект но тем не менее есть либо воспитанники внешней школы вот такие как я привел пример либо люди у которых еще сохранилась способность к мышлению. Так что есть там кому к сожалению бодаться с нами. как человек проживающий в Японии могу заверить вас что сейчас японцы преспокойно меняют работу куча сайтов профильных сама меняла муж японец уже 4 фирмы сменил мусорные баки если прижмет есть в магазинах или на станциях с улиц убрали их вроде как в целях предотвращения терактов и в 2023 еще полно заведений где принимают только наличку сим-карты предоплатные для приезжих придумали тоже перед олимпиадой или свободную симку в телефоне раньше телефон смартфон айфон шел в связке с оператором связи еще окна пластиковые появились аллилуйя зимой от алюминиевых рам в помещении холод собачий вот такие японцы где-то впереди планеты всей а где-то каменный век вот такой вот комментарий в дополнение к рассказу о Японии кстати я вспомнил вот вы говорите где-то впереди планеты всей а где-то каменный век я вспомнил про район Токио Шибуцу это район в котором зарождается мировая мода все что вы увидите в этом районе через полгода будет на подиуме в Париже или Риме так что вот так вот тоже такое было открытие для нас что вся мировая мода рождается оказывается в глубинах в глубинах вот японской глубинки извините за тавтологию в китайском мирном плане на первом месте уважение независимости и границ всех стран согласно законам объединенных наций это уже обозначает вывод русских войск из Украины и это самый важный пункт потом уже на шестом про снятие санкций почему бы и нет если Россия покается и будет расплачиваться за свои преступления и разрушения вот в этом кстати вы попались на манипуляцию знаете в чем манипуляция состоит в том что первичным в этом плане является прекращение огня вы представляете что значит сегодня прекратить огонь и сесть за стол переговоров и потом уже будет пункт номер один Китай специально этот пункт не включил в свой план любые переговоры должны начаться с прекращения огня если мы прекращаем огонь мы получаем минс 3 мы это проходили в 14-15 году вот вот в чем манипуляция вот почему китайский план а потом сев за стол переговоров и прекратив огонь мы даем возможность России застолбить те территории которые они сегодня удерживают и потом они начнут нам полемику начнут вешать на лапшу на уши как это было 8 лет в минской переговорной группе о том как они будут выходить и будут ли они вообще выходить на какие границы и еще вы не забывайте что Китай не сказал ни слова о том в какие границы а видите а Россия бьет на исторические земли что Крым был российским до 54-го года правда они же негодяи забывают о том что и когда-то Кубань в 19-м году и Слобожанщина была Украиной Воронеж это была Украина но они об этом помалкивают они говорят что Донбасс заселяли россиянами после Голодомора 30-х годов Сталин великое переселение народов осуществлял то это теперь исторические российские земли поэтому нет не ведитесь на китайский план китайский план это ловушка такая же как сам Китай Китай никогда не будет работать ни в чьих интересах кроме своих собственных а Китай очень выгодно выступить миротворцем показать всему миру что вот они смогли остановить войну как они остановили это не важно каков результат этой войны это не важно и мы забываем с вами самое главное что если цели войны не достигнуты она будет что продолжена вот то что мы получили с вами после 2015 года Минска 2 мы получили с вами продолжение этой войны потому что цели войны в 2015 году были не достигнуты ни политические ни военные 10 тысяч грамм гривен на пленного в месяц у меня бывшего воспитателя детского сада пенсия после повышения 3760 гривен вот и думаю что я занималась не тем дело в том что я бы немного здесь уточнил 10 до 10 тысяч гривен шокирующая шокирующая цифра для многих у нас в стране то что государство не занимается вопросами пенсионного обеспечения это наша извечная проблема которая уже там не первый год висит в воздухе именно в подвешенном состоянии но вы же не забывайте что в эти 10 тысяч входит содержание охрана конвоирование и содержание тех помещений или тех мест лишения свободы где они ну не лишения а мест содержания где находятся эти военнопленные это совокупные затраты поэтому я не думаю что это 10 тысяч это только на пропитание его же надо еще и одеть этого пленного накормить его надо где-то содержать в каком-то помещении это помещение надо освещать канализацию отводить воду подавать тепло подавать колючая проволока вокруг охране оплатить которая которая несет службу по охране этих этих мест содержания пленных вот отсюда цифра 10 тысяч поэтому не стоит ее сегодня ровнять с пенсией это немножко некорректно хотя я полностью вас понимаю это очень обидно когда говорит государство что цифра содержания российского военнопленного и она эта цифра в три раза выше пенсии допустим бывшего воспитательницы детского садика я уже на 100% уверен что вся проблема России в народе а точнее в отсутствии такового на России полное взаимопонимание народу нахрен не нужна эта власть власти нахрен не нужен этот народ всем здравомыслие вот такой комментарий по поводу Российской Федерации правильно на пленного тратится 10 тысяч гривен а пенсионеры инвалиды получают по 3 тысяч это никакой конвенции не регулируется нафиг надо ну я уже объяснил не буду повторять что включает эти 10 тысяч добрый день счетов Фашана Фашаня трешки вы не прави не прави это когда было маленькое место сейчас это часть Гуанчжоу да я в Фашане был в 2008 году я не удивлюсь что он вырос до таких размеров как вам мабуть в китайцах в местах на чом специализуются лу бижутерия прикрасы шэньчжэнь электроника зокрема завод Apple та Samsung так фашанцы меблі причому круті меблі від италійських і не тільки дизайнерів там навіть є здоровений магазин Louvre з меблями у вигляді цілих мебльованих кімнат а до цього це була столиця кунг-фу звідти родом із Ман вчитель Брюса Лі ось такий коментар по поводу Китая про повітряні тривоги в Івано-Франківській області у нас настільки всім вже на них плювати що ніхто нікуди не ховається заводи та магазини працюють транспорт ходить ринки відкриті молодь біля кафешок п'є пиво хіба що тільки школяри з криками ура тривога біжать у сховище будь-яка причина відміни занять для них радість але насправді це дуже більше бачити адже після кожні тривоги десь гинуть люди да, ви абсолютно прави к сожалению к величайшому сожалению такова ментальнасть человека человек привыкає ко всему і вот эта привыкаємость она і вызывает вот такую расслабленність а потом действительно прилетає ракета і получается трагедія Дальний Восток Российської Федерации спит і видит щоб Японія їх захватила я так понимаю на Дальнем Востокі сегодня вот этот старий советський анекдот про Прибалтику которая просила на 10 минут независимости у Горбачева а потом через час Горбачев сам не выдержав ждать звонка набирает спрашивает ну що у вас там 10 минут давно закончились вони кажуть все-все-все ми вже объявили войну Европі і здались в плен вот примерно так же сегодня главная идея Дальнего Востока быстро объявить войну і тут же здаться в плен умные находят себе друзей і союзників а дураки постоянно іщут себе врагов як внешних так і внутренних спасибо всім хто помогає Україні бороться с рашистскими оккупантами слава Україні і її мужественному народу огромное спасибо за такой выпуск на фоне военных событий переживаний і тревог немного услышать о впечатлениях от поездах в другие страны і з первых уст зашло но і опечалило когда же мы хоть чуть-чуть перестроимся мозгами і будем беречь то, що имеем по поводу мусора, животных і заботи об общем комфорте людей а не отдельно взятого богатея і очень понравилось правило в Японії по поводу чаевых для мене це як камінь преткновения ощущение подачки і униження чоловіка так так ожидает бездомна собака еду дашь или нет а скільки дашь ну я вам в качестве в качестве противовеса я вам приведу все Соединенные Штаты Америки вы знаете что в США есть три цифры 10-15-20% чаевые причем вы не имеете права не дать сумму меньше указанной в чеке а в чеке указана сумма минимум 10% минимум если вы даете меньше вы говорите я меньше поел начинается скандал вплоть до вызова полиции вы не имеете права не оплатить минимум 10% чаевых и то на вас на вас как вот в чем проблема а поэтому пока не будет решен общий вопрос как отнимать частную собственность и отнимать ли ее до тех пор эти русланы будут находиться там и будут ожидать своего решения ну что ж на этом мы сегодняшнее видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки заканчиваем я благодарю вас за ваше внимание что вы досмотрели до этого момента тем кто еще не подписан я приглашаю подписаться на мой канал и не забудьте включить уведомления чтобы вам приходило о появлении новых видео на моем канале огромное спасибо тем кто уже подписан и пришел просто посмотреть видео поставьте пожалуйста лайк этому видео для того чтобы ее могли увидеть как можно больше людей тем кто помогает каналу и спонсорам вам огромное спасибо за вашу помощь и поддержку моего канала ну а мы с вами продолжим уверить в сбройные силы Украины перемога за нами слава Украине